Добрый день, это новости премиусе, с вами Андрей Лунёв и сегодня в нашей программе. Знаком «Сделано на Дону» отмечается продукция местных товаропроизводителей, доказавшей строгое соблюдение стандартов. Свидетельство о присвоении такого знака получила компания «Чистая вода». Благотворительный концерт «От сердце к сердцу» открыл декаду инвалидов в Матвеево-Курганском районе. Все вырученные от продажи билетов средства направлены районному обществу инвалидов. В День памяти святой великомученицы Екатерины в Екатериновском храме состоялся большой престольный праздник, в котором приняли участие сотни жителей и гостей села. И теперь более подробно. В минувшую пятницу в приемной губернатора Ростовской области Василия Голубева в поселке Матвеев-Курган прошел прием жителей. Прием провел глава администрации района Александр Рудковский, совместно с председателем районного собрания депутатов, главой района Николаем Анцевым. Прием был посвящен 16-летию образования партии «Единая Россия» и проводился в течение недели ее членами по всей стране. В этот день со своими вопросами на прием пришли два активиста-общественника, но они затронули многие темы. Материальная помощь инвалиду, расширение поселенческого кладбища в Красном бумажнике, спил старых деревьев, улучшение работы почтовой связи, отсутствие расписания автобусного движения в райцентре. Все эти вопросы были обсуждены и приняты к исполнению. По завершению приема Александр Рудковский торжественно вручил ветерану труда, члену партии «Единая Россия» Нианиле Варфоломеевне Гречко благодарственное письмо и поблагодарил ее за активную работу. 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Памятная дата была установлена в 2007 году, после того, как президент России Владимир Путин внес изменения в федеральный закон о днях воинской славы и памятных днях России. Возрождение традиций празднования Дня Героев – это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Памятная дата призвана способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Меусская земля гордится своими героями, среди них Герой России Геннадий Азарычев. Недавно он стал руководителем Матвеева-Курганского патриот-центра и возглавил районное отделение юноармии. За прошедший период проведена большая работа юноармейцам. Хотел бы поблагодарить руководство администрации, общественное образование, учителей ВЖ, за то, что вносит свой вклад в наше движение. Костяк юноармии в школах создан, остается нарастить только мускулатуру. И сегодня мы будем собрались по поводу принятия новых членов юноармии. Патриотическому воспитанию подрастающего поколения в Матвеево-Курганском районе уделяется большое внимание. Жизнь и подвиги конкретных героев служат примером для молодых людей, которые пополняют ряды юноармии, участвуют в военно-патриотических играх «Стрижи» и «Орленок», сдают нормы ГТО. Свидетельство о присвоении знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» получило предприятие «Чистая вода». Знак «Сделано на Дону» уже стал узнаваемым маркером качества, которым отмечается продукция местных товаропроизводителей, доказавших строгое соблюдение российских и международных стандартов. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, «Сделано на Дону» – это значит «изготовлено с любовью и душой». Число предприятий, производящих свою продукцию с любовью и душой, в нашем районе пополнилась компанией «Чистая вода». Во-первых, разнообразующее предприятие, я бы сказал, даже стратегическое, потому что занимается, в общем-то, водой. Сразу скажу, что, может быть, лет 10, ну, 5 минимум, кто-то спросил, что вот это будет бизнесом, я бы, может быть, не поверил. Но сегодня, к сожалению, мы констатируем факт, что качество воды, в принципе, не только у нас в районе, но и по всей области желают быть лучшим. И вот как раз-таки это предприятие сегодня обеспечивает определенный процент потребительского рынка качественной питьевой водой, причем высокого качества. Что касается работающих, здесь работают только местные работники. И я хочу сказать, что это предприятие высокой культуры и социально сориентированного. Заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова вручила генеральному директору компании «Чистая вода» Спартакуса «Океанус» свидетельство о присвоении знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Компания «Чистая вода» получает знака сертификации «Сделано на Дону» уже во второй раз. Мы подтверждаем, что в первый раз качество безопасности производительного 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 производителя. После торжественной части для гостей провели экскурсию по цехам предприятия, где они воочию увидели процесс производства высококачественной экологически чистой продукции. Декаду инвалидов в Матвеево-Курганском районе открыл благотворительный концерт «От сердца к сердцу». Ежегодная декада инвалидов – это еще одна возможность обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи. Поддержка людей с ограниченными возможностями является одной из приоритетных задач местной власти. Уже не первый год в районе действует программа «Доступная среда», благодаря которой для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения повышается доступность объектов социальной инфраструктуры. Это отметил в своем выступлении глава администрации района Александр Рудковский. В этом году сделали доступную среду и центр проката инвентаря для людей с ограниченными возможностями у нас в Собесе, спортшкола и все объекты, которые вводятся в эксплуатацию, они не принимаются нами без доступной среды. Мне кажется, это уже большой шаг навстречу людям с ограниченными возможностями, потому что я точно знаю, что это люди, которые знают цену жизни. Мы не остановимся только этим концертом, мы эту работу будем проводить и дальше, потому что адаптировать их к людей очень важно. Я сегодня могу смело сказать, что они нам нужны, они нужны нашему обществу, они нужны нам, мы их любим, уважаем и будем помогать, адаптировать их, чтобы они полноценно чувствовали себя в нашем обществе. В благотворительном концерте приняли участие вокальные и танцевальные коллективы и солисты районного дома культуры. Все вырученные от продажи билетов средства направлены районному обществу инвалидов. Недавно старорутовский детский сад «Ромашка» отметил свой 35-летний юбилей. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. «Ромашка» Возглавляемый заведующий Валентина Исленко коллектив 28 человек по праву числится в числе лучших в системе районного дошкольного образования. За 35 лет из детского сада «Ромашка» в большую школьную жизнь вышли сотни мальчишек и девчонок. Очень весело сегодня песню звонки звучат, потому что день рождения отмечает детский сад. На юбилей в детский сад приехали гости. Глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский, поздравляя «Ромашку» с юбилеем, подчеркнул важность дошкольного воспитания. Наша задача сегодня создавать условия. Создавать условия для того, чтобы было где заниматься и кому воспитывать наших детей. Чтобы было тепло, светло, чтобы действительно дети были под присмотром и имели возможность подготовиться из детского сада в школу. Я сегодня хочу пожелать вашему молодому, симпатичному, прямо скажу, коллективу успехов творческих, успехов в воспитании подрастающего поколения. Чтобы этот детский сад всегда, как говорится, группы были наполнены, но боюсь, что лихоты нет, скажу так, переполнены. Ирина Павловна в этом плане реагирует очень буквально, дословно. И со своей стороны хочу сказать, что, наверное, потихонечку мы все-таки возвращаемся к тому хорошему, что когда-то было создано и придумано. Это коллективное воспитание. Признаюсь, ничто не заменит, ни домашнее воспитание, ни какое-то индивидуальное воспитание. Именно детского сада. Многие сотрудники детского сада получили приветственные адреса и грамоты администрации района и отдела образования. На покупку игрушек для воспитанников вручили денежный сертификат. Сертификат для приобретения игрушек. Всего, что посчитаете нужным на сегодняшний день, просто чтобы купили и пусть это будет в область. Для всех гостей, работники детского сада, воспитанники, а также их родители подарили замечательный концерт и хорошее настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Наша съемочная группа побывала на престольном празднике. 7 декабря в Екатерининском храме состоялось торжественное богослужение, которое было приурочено к Дню Святой Екатерины и к 120-летию храма. Сегодняшний праздник посвящен памяти Святой Екатерины, одной из величайших угодниц во всем христианском мире. И этот же праздник мы к этому празднику приурочили историческое событие 120-летия нашего храма. Храм был освящен в 1897 году, и в период советский стоял много десятилетий запустений. С 2007 года началась здесь приходская жизнь, но очень мало прихожан, очень мало людей сюда приезжало. Но к началу божественной литургии собралось очень много народу. Это прихожане, паломники и просто верующие люди. Откуда вы? Из Ростова-на-Дону. А что вы делаете здесь? Пригласил отец Михаил на празднование 120-летия Екатерининского храма. Сегодня День Святой Екатерины, большой праздник. Приехали в гости на службу. Вы паломники? Я правоохранный фотограф. А вы? Я занимаюсь шью и вышиваю крестильные наборы для детской крызмы, рубашки, шью вот такие красивые платочки. Перед началом богослужения отец Михаил поведал нам интереснейшую историю о найденной иконе. Второе событие, которое мы очень ждали и надеялись успеть к нашему празднику, к сегодняшнему торжеству, это возвращение к святыне, которая принадлежала первому храму на села Екатериновке, временному деревянному храму, который был освящен в 1852 году. Судя по всему, многие иконы, в том числе это произведение, в период разрушения нынешнего храма, были вывезены по разным селам и даже городам. И этот хвост, собор Архангела Михаила, был найден далеко, в соседнем селе Анастасиевка, запрошенный. И теперь она украшает стену храма. Прошу ваших молитв, и с Богом когда начинаете. На свое селье, на святого Бога, на ней пресса, и великий Бог, аминь. Благословен Бог, что ты твой, всегда на ней пресса, и великий Бог, аминь. Во время богослужения привезли школьников, как с младшей, так и со средней школы. В век новых технологий, где очень большой объем информации, очень неплохо, что детей приучают к церкви самого раннего возраста. Мы попросили рассказать у самых юных помощников, что для них вера. Мы алтарники, мы помогаем батюшке, в том числе отцу Михаила. Получается, подносим к отнею. Можно сказать, мы учимся, как... Учимся, как он родился. Да, как бы обучаемся, обучаемся христианской нравственности. Вам это для чего надо? Вы в дальнейшем собираетесь поступать в духовную семинарию? Я нет. Я, честно, для духовного просветления, потому что, как известно, земля русская, она всегда была церковная, и церковная православная. Вот такие светлые мысли у юных алтарников Данила и Михаила. Это не может не радовать, ведь у этих детишек тоже есть обычная мирская жизнь. С гаджетами, играми и другими детскими шалостями, не мешающим им быть ближе к вере. Из Таганрога было несколько автобусов с паломниками. Что это и для чего им это нужно, нам поведал честный и светлый человек по имени Геннадий. С 10-го года благословил Духовный Отец Почти, восстановленный крамп, Святой Екатерина. Возможности никаких, поэтому по сей день стараюсь что-то делать ради восстановления крампы. Возит людей, люди ездят, исповедуются, прочищаются, восстанавливаются, и, соответственно, какая-то лепта вся с вами восстановлена. А что нужно для того, чтобы восстановить этот крамп? Да я думаю, обоюдность церковная, община должна, ну как, самопонимание, сама жизнь наша потолковская. Кроме самопонимания и обоюдности для восстановления храма, нужны, конечно, и большие материальные средства. Что еще нужно сделать, нам поведал после литургии настоятель храма Отец Михаил. Нужно сделать еще очень многое. Естественно, мы делаем это по мере поступления средств или помощи тех или иных людей, неравнодушных к храму и вообще верующих людей, неравнодушных к истории нашего Донского края. В ближайшее время необходимо сделать масштабные работы по восстановлению фасада, купол. Внутри храма, в интерьере необходимо сделать корректировки по штукатурке, восстановить лепные тяги, лепной декор. И впоследствии мы предполагаем уже делать чистовую штукатурку, чистовую стяжку и плитку на пол. Работ очень много, но мы их делаем, потому что есть люди, которые неравнодушны. Но мы также будем признательны, если кто-то еще присоединится к нашему деланию. Всех верующих и неравнодушных людей приглашаем поучаствовать в реставрации храма в селе Екатериновка Матвеево-Курганского района. Андрей Лунев, Александр Гайко, Максим, телекомпания «Премиуси». Это были новости «Премиуси». Эту и другую информацию вы можете узнать на сайте mius.info. А я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Лунев. Всего доброго. Профессиональная видеосъемка семейных праздников, корпоративов, утренников и выпускных. Изготовление и размещение вашей видеорекламы в соцсетях и на местном телевидении. Обращаться по телефону в Матвеевом Кургане 3200 или по адресу 1 мая 16 редакция газеты «Деловой МИУС». Яркие впечатления в цифровом исполнении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...